МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На национальном телевидении Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях дня и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши обсудили итоги жилищного строительства в 2012 году. За 11 месяцев введено 582 тысячи квадратных метров, 86% от объемов прошлого года и 60% от запланированного в этом. Столь заметное отставание от показателей вызывает недоумение. Больший процент данного жилья составляют индивидуальные дома, введено 437 тысяч квадратных метров. В многоквартирных построено в общей сложности 144 тысячи квадратов. Причем отставание от плана допустили все муниципалитеты республики. Допущено отставание всеми муниципалитетами. Минимально это 15% по Ибресинскому, Шумерлинскому, Ядринскому районам. Максимальное отставание порядка 40% по Красноармейскому, Мурпосадскому, Урмарским районам, город АлатР, город Маучебоксарск, город Шумерли и город Чебоксары. Обязательство перед Минрегионом, мы соглашение заключали, докладывали по итогам 9 месяцев, как бы мы в графике докладывали, что сбоев не будет, а сейчас что у нас происходит? Просто дома что ли не будем? Может быть, они как-то пытаются сэкономить на налогах. Мы все знаем, что регистрируя коттедж, возникает налог на недвижимость, как правило. Поэтому бывают случаи, эти случаи установлены, что семья проживает, а дом официально числится как строящийся. Мы проводим межнедельный мониторинг, межнедельный объезд, совещание со строителями, обеспечивая взаимодействие со всеми заинтересованными службами. При должном содействии Минстроя, при выполнении обозначенной задачи, ставим перед собой цель обеспечить плановый ввод жилья 267 тысяч квадратных метров. Могут подвести некоторые строительные организации. Запланировано две позиции. Сегодня проверка отстроенного надзора на третью позицию выходит. В принципе, она у нас тоже в плане. Несмотря на то, что в целом по году у нас увеличение объема строительства жилья на 42,6%, этого объема недостаточно. Для рынка города мы это осознаем. При этом хотел бы сказать еще две цифры. По 2011 году у нас выдано разрешение на строительство на 800 квартир, включая 640 – это октябрь, декабрь прошлого года. По этому году мы выдали разрешение на строительство на 1000 квартир, утвердили необходимые градостроительные документы для застройки трех микрорайонов. В Чувашии действует указ о дополнительных мерах по стимулированию жилищного строительства. Согласован план взаимодействия всех органов власти для увеличения темпов. Предполагается софинансирование расходов и создание условий для строительства жилья эконом-класса, предоставление социальных выплат, формирование участков для застройки и минимизация сроков согласования документов. Кроме того, город Чебоксары вошел в число пилотных площадок для реализации проекта по строительству жилья эконом-класса. Конечно, в таких условиях отставание от планов может негативно сказаться на имидже столицы. Выходных не должно быть для строителей, ибо нуждающиеся в жилье ждут, которые даже участвовали в дальнейшем строительстве, к Новому году для семьи создать соответствующий праздник. Участники совещания рассмотрели вопрос и о работе созданного в Чебоксарах расчетно-кассового центра. Такой центр будет проводить единую политику по расчету, сбору и переводу денежных средств за оплату жилищно-коммунальных услуг. Включается возможность появления двойных квитанций с разных управляющих компаний. Фактически снижается к нулю возможность управляющих компаний выводить денежные средства с расчетных счетов не по целевому назначению. Снижается себестоимость жилищно-коммунальных услуг и для населения, и для управляющих компаний за счет оптимизации расходов по сбору со стороны управляющих компаний. Работая с таким центром, управляющие компании могут оптимизировать расходы по сбору платежей. увеличить скорость получения информации об оплате услуг и повысить качество обслуживания жителей города. Собственники жилья смогут увидеть всю структуру платежей, за что, кому и сколько, проверить свою задолженность. Платежи будут приниматься во всех филиалах и терминалах Сбербанка без комиссионных сборов. К 1 июля 2013 года расчет на кассовый центр должен заработать в полном объеме. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня же глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с представителями компании «Анхойзер Буш Инбев». Это крупнейшее предприятие, перерабатывающее отрасли. В структуру компании находится завод «Санэнбев» на Учебоксарске. Стороны обсудили ситуацию в отрасли. Она непростая. Этот рынок сейчас в депрессии. По сообщению вице-президента «Анхойзер Буш Инбев» Андрея Губки, произошло падение на 20%. Он также рассказал о закрытии завода в Курске. Судьба его сейчас решается. Ну и прогнозы у пивоваров неутешительны. Антиалкогольное законодательство становится жестче. В полную силу это можно будет почувствовать с начала следующего года. 2013-й принесет с собой еще и повышение акцизов. Акциз в 2009 году был 3 рубля. В следующем году он будет 15. 500%. Для отрасли, конечно, это далеко не простой такой момент. По сути, в 2010-й год все компании работали над поддержанием отрасли, а не над своей прибыльностью. А 2011-й год уже как-то так начали о себе. И 2012-й задумывался. В результате рынок начал падать. Несмотря на кризисные моменты в отрасли, атмосфера на предприятии «Санэнбев» хорошая. Социальный пакет поддерживаем на очень хорошем уровне. И практически ни в чем не упали в данном случае. Какие-то сокращения, которые были по персоналу, они, скажем так, минимальны. И в целом настроение. Агульная зарплата достойна до вас. Так что зарплата, льготы, работа интересная, перспективы роста. Михаил Игнатьев отметил, что правительство республики готово рассмотреть предложение о необходимой поддержке. Остается добавить, компания – один из значимых налогоплательщиков республики. За счет подобных налогоплательщиков растут зарплаты и социальные выплаты. А зарплата бюджетников по-прежнему остается главной темой совещания у главы республики. Заместитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской республике Эльвира Максимова рассказала о результатах мониторинга средней заработной платы работников в социальной сфере. Напомним, что согласно поручению Владимира Путина, через 5-6 лет средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна быть вдвое выше средней зарплаты по региону. На сегодняшний день в республике воспитатели детских дошкольных учреждений получают около 8,5 тысяч рублей. Это чуть более 60% от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. У учителей средних школ зарплата чуть выше 13 тысяч рублей. Это составляет 80% от средней заработной платы педагогических работников республики. Что касается преподавателей начального, среднего и высшего профессионального образования, то зарплаты варьируются от 14,5 до 16 тысяч рублей, что наиболее приближено к показателю средней зарплаты в регионе. По предварительным прогнозам, с 1 октября 2013 года их зарплата должна увеличиться почти на 16%. У остальных категорий бюджетников оплата труда вырастет на 5,5%. Реформа оплаты труда бюджетников выглядит многообещающе. На эти цели в проекте республиканского бюджета на будущий год предусмотрен резерв в размере более миллиарда рублей. В 2014 и 2015 годах по расчетам Чувашского Минфина на повышение зарплат необходимо более 2 миллиардов рублей ежегодно. В декабре месяце, в декабре по учителям выходим на среднюю по субъекту, то есть это прогнозируемо 17 тысяч 225. Это увеличение в течение года на 4779 рублей или 38,4%. По детским садам, дошкольному образованию мы выходим на 80% в декабре от средней зарплаты в сфере общего образования. Это 12 836. Рост за год на 5 149 рублей или на 67%. Но республиканскому бюджету не обойтись без помощи федерального бюджета. По словам Михаила Ноздрякова, на покрытие части затрат предусмотрены дотации в размере почти 380 миллионов рублей. Татьяна Силатова, Андрей Спиридонов, Республика. Михаил Игнатьев встретился в выходные с главой Россотрудничества Константином Косачевым. Константин Иосифович привез небольшой, но очень ценный подарок. Пропуск на Красную площадь в день встречи космонавта Андреяна Николаева. Глава Россотрудничества признался, что коллекционирует все ценные бумаги, датированные годом его рождения. 1962-м. Константин Косачев просил передать Чувашскому музею билет на имя Долгова, который в 1962-м году стал участником встречи с первым чувашским космонавтом. Михаил Игнатьев в знак благодарности попросил передать хранителям этого проходного билета часы с государственной символикой. Мне показалось, что это может быть интересным музеем. А для нас это, знаете, еще раз воспоминание о великом сыне чувашского народа Андреане Николаеве, и о том, как страна относилась к этому подвигу и к своему сыну. Во всех налоговых инспекциях Республики установлены специальные терминалы опроса. С их помощью налогоплательщик может оценить, как его обслужили – отлично, хорошо или плохо. Информация обо всех оценках по всем инспекциям поступает непосредственно в управление и будет анализироваться и использоваться в дальнейшей работе. Кроме того, для каждого налогоплательщика создаются условия для работы через интернет. Всего доступно на сайте налоговой инспекции 30 интернет-сервисов. Один из них новый – запись на прием в налоговую инспекцию. Каждый желающий может выбрать себе удобное время за 14 дней до запланированной даты. Еще одно новшество. Еще одно новшество. Теперь и налоги можно оплачивать через терминал Сбербанка, имея только номер своего ИНН. Раньше нужно было иметь платежный документ, чтобы ввести 15-значный индекс. К другим новостям. В Чувашии усилилась активность деструктивных организаций. В народе их называют проще – секты. Хотя в законе такой формулировки нет. Об этом на специальном семинаре заявил председатель Центра помощи пострадавшим от сект Сергей Федоров. В подобных структурах, как правило, авторитарное управление. Права людей сильно ограничиваются. А деятельность иных просто опасна для жизни и здоровья. Словом, секты обладают разрушительной силой. За ними нередко тянется криминальный шлейф. Просьба ужесточить законодательство в отношении сект звучала недавно на встрече представителей Самарской области и президента страны Владимира Путина. Там жаловались на разгул сектанства в регионе и говорили о его проникновении в школы и институты под различными предлогами. В Чувашии деструктивных организаций немало, говорят участники семинара. Даже 1% уже много. К ним эксперты причисляют организации, чьи названия на слуху. Свидетели Яговы, последователи этого учения в республике до 4 тысяч. Школу духовного подвижничества Ольги Асауляк. Адвентистов с 7 дня. Общество сознания Кришны, культ Анастасии. Их учения ясны. Сути предназначения организации ярко выражены. Возречение их создателей культа Анастасии. Продавать квартиры, сажать кедры. Или учения саентологов. Хочешь заработать денег, создай религию. Комментарии одного из интернет-пользователя о том, как выманиваются деньги, сегодня зачитали в зале. Что их общество типа не является сектой. Я прямо как написано в интернете, так говорю. Затем долго усиленно впаривают, очень хитро. Опустошись и будет лучше. На водное занятие пришло 46 человек. Записалось 22. Я присутствовал на введении, посмеялся, ушел. Но ведь 22 человека отдали деньги, которые кто сколько мог. Затем предлагают дальнейшие занятия. Там втюхивают так, больше дадите, будет лучше. Последние годы появляются новые культы. Синтез-фа, неоязычники. Секты маскируются под культурные, образовательные и другие проекты. Участники семинара говорили о том, как противодействовать таким сектам. Согласились с тем, что нужно усовершенствовать федеральные и региональные законы, которые регулируют деятельность деструктивных организаций. 2012 год юбилейный для русского драматического театра. Один из старейших в республике храмов Мильпомена отмечает 90-летие образования. История театрального искусства в Чувашии началась еще в 1918 году, когда в доме купцов Ефремовых ставили первые спектакли. Из этой самодеятельной труппы в дальнейшем и вырос русский драматический театр города Чубаксары. 14 декабря 1922 года состоялось открытие первого театрального сезона. 90 лет назад русский театр открыл занавес спектаклям Василиса Милентьева Островского. В газете «Чувашский край» от 27 октября 1922 года был опубликован репертуар театра на сезон 1922-23 годов. Все постановки так или иначе откликались на проблемы того времени. Творческим взлетом труппы русского театра называют 30-е и 40-е годы. Свою работу театр не прекращал даже во время Великой Отечественной войны. В различных воинских частях и госпиталях страны артисты показали свыше 300 спектаклей и концертов. За активную военышевскую работу приказом министра обороны СССР актерам русского театра была объявлена благодарность. И сегодня русский драматический продолжает развиваться. Каждый год появляются новые постановки. «Из года в год мы выпускаем по пять спектаклей, играем старый репертуар. Но мы спектакли кое-как исписываем, но у нас репертуар обогащается, обогащается. Спасибо нашему министерству, республике, что нас поддерживают. Нам ежегодно выделяются деньги, финансы, чтобы мы могли в год выпускать пять спектаклей. Если пять спектаклей, это значит новая декорация, новые костюмы, новое все приобретение прожекторов». Юбилейный сезон театра насыщен интересными и значимыми событиями. С 8 по 14 декабря пройдет фестиваль спектаклей. «Мы называем фестиваль, фестивальные спектакли. В этот фестиваль войдут «Сом летнюю ночь» Шекспира. То есть те спектакли, которые участвовали или побеждали в разных конкурсах и фестивалях. 90 лет тому назад, в 1922 году, 14 декабря, наш театр открыл занавес спектаклем Василиса Милентьевна, великого русского драматурга Островского. Но мы считали, что продолжать эту традицию было бы намного лучше и вернее. Поэтому мы взяли того же драматурга Островского, но другое произведение. Его пьеса называется «Бешеные деньги». Очень современная тема. Сегодня русский драматический театр занял ведущее место в театральном пространстве страны. Творческий коллектив, талант и мастерство по праву отмечены как критиками, так и самым главным судьей – зрителям. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Я вам привезу деньги через полчаса. В Чебоксарах в субботу открылся бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса Чувашского госпедуниверситета. Объект построен благодаря проекту партии «Единая Россия. 500 бассейнов». За эти три года в регионах-привузах появилось 26 водных комплексов. В конце этого года строительная работа должна закончиться еще на 14 объектов. Среди них и бассейн Чувашского педагогического университета. Стоимость бассейна оценивается в 132 миллиона рублей. Около 64 миллионов выделено из федерального бюджета. 39 из республиканского и почти 29 самим педагогическим университетом. Государственная политика направлена на создание благоприятной среды для того, чтобы наши жители, наше молодое поколение могли заниматься спортом. И все это, чтобы было доступно для вас. Физкультурно-оздоровительный комплекс хорош не только снаружи, но и изнутри. По проекту предусмотрено наличие просторных раздевалок, душевых, четыре современных тренажерных зала, актовый зал и две аудитории. Площадь здания более 2500 квадратных метров. Всего в бассейне шесть плавательных дорожек. Его цельнометаллическая чаша изготовлена из высококолегированной нержавеющей стали. Поверхность покрыта специальным антискользким составом. А самое главное, в системе водоподготовки используется комбинированный метод водоочистки. Благодаря новшествам воду можно не менять в течение трех месяцев. Вода в бассейне практически в час сколько раз оно? 100 литров в час. 100 литров в час очень? Да. Насосы, значит, вот два насоса, они по бережке работают. Перекачивает воду 100 литров. Ой, 100 литров, 100 кубов. Кубических, да, 100 кубов в час. Глава республики Михаил Игнатьев прыгнул в бассейн вместе с плавцами, на себе испытал качество воды. Каждый вид спорта, он лучший вид спорта. Уникальный вид спорта. Я так скажу, да. Светлана Лекимова, Андрей Шоклев, Республика. Завтра синоптики прогнозируют морозную погоду. В самый раз кататься на лыжах и коньках. В последнее время коньки становятся очень популярными среди россиян. Большую роль в этом играют и многочисленные шоу фигуристов. Одно из них прошло в Новочебоксарске. На льду дворца «Сокол» собрались известные олимпийцы, чемпионы мира и Европы. Новая программа совмещает танцевальные номера, профессиональное фигурное катание и ледовую акробатику в сопровождении живого пения Светланы Светиковой. Полтора часа на льду только самые любимые и титулованные спортсмены. Короли льда и сердец. Татьяна Навка и Роман Костомаров. Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Повелос Ванагас и Маргарита Дробяска. Оксана Домнина и Максим Шубалин и другие. Каждый номер зрители встречали бурными овациями. Сегодня здесь были представлены одни из самых лучших номеров, которые получали все шестерки в проекте «Ледниковый период» по профессионалам. Поэтому по максимуму мы стараемся, конечно же, уже не ездить со старым, скажем так, материалом. Прием зрителей был потрясающий, те люди, которые были. И при том морозе, который на льду сегодня был, то есть нам кататься холодно. А что говорить про зрителей, которые сидят на пластмассовых стульях и от начала до конца досмотрели наше шоу и аплодировали стоя. Поэтому им огромное спасибо. И это очень приятно. Подробности о том, как прошло ледовое шоу Ильи Авербуха-профессионала, вы узнаете из специального репортажа. Смотрите его на нашем канале сразу после информационной программы «Республика». А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Впервые вспыхнув на арене стадиона «Сокол», шоу «Лед и пламень» обещало вернуться. Спустя полтора года, любимые всеми фигуристы, многократные олимпийские чемпионы, вновь готовы зажечь зрителей необычными номерами. Место встречи изменить нельзя. В ночь в «Боксарске» они привезли новую программу под названием «Профессионалы». До рядового шоу остается всего несколько минут. Сами его главные герои приехали сюда за час до его начала. Они преодолели почти 400 километров, 7 часов в дороге. На ледовое шоу зрители начали подтягиваться задолго до начала представления. Буквально за 15 минут трибуны заполнились практически наполовину. Две недели назад билеты закончились во всех кассах города. С прославленными фигуристами по городам и весям путешествует известная певица Светлана Светикова. Она бессменная ведущая этой программы. Звезда мюзикла «Нотердам де Пари» тоже участвовала в одном из ледовых телевизионных шоу. Несмотря на это, девушка признается, что до сих пор боится надевать коньки. И уж тем более не решается выделывать пируэты на льду. Сегодня веду эту программу и исполняю песни. Но я не стою на коньках, а стою на шпильках. То есть это еще, наверное, сложнее? Ну, на льду стоять на шпильках вообще невозможно. Поэтому мне стелят специальную резиночку. Я стою на ней, чтобы не замерзнуть. Девушка открыла нам еще один секрет. Ради шоу ей приходится менять весь рабочий график. Откладывая съемки, концерты и не только. Ну, просто так, лед вообще изменил мою жизнь, в частности и личную. Поэтому сегодня его здесь нет. Но вообще-то в этом шоу мой возлюбленный нынче. Поэтому для меня это тем более важно. График у фигуристов бешеный. Выступления каждый день. В перерывах ненадолго возвращаются домой, чтобы увидеть своих близких. Но усталости они стараются не показывать. Какая-то сила внутренняя помогает, наверное, что-то сверху. Каждый раз думаю, ну, насколько еще хватит, насколько еще хватит. Ну, вашей любовью, наверное, держимся. Да, Россия большая. К этому мы уже привыкли. Но, конечно, шоу есть шоу. Зрители не должны знать, сколько мы проезжали там километров, сколько у нас летели самолеты. Мы это пытаемся профессионально скрывать, наверное. Скрывать, а точнее удивлять своих фанатов фигуристам удается. Каждый их номер продуман до мелочей. Прыжки, вращения, сложные поддержки. За катанием зрители следили, затаив дыхание. Шоу профессионалы, необычное по своей красоте. Многократные олимпийские чемпионы привезли в Чебоксары не только давно полюбившие 7 номера, но и абсолютно новые. Но это не просто фигурное катание, это актерская игра. Каждый раз на льду разыгрывалась новая история любви, разлуки, кипели настоящие страсти. Каждый танец – своеобразный спектакль, где даже музыка играет свою особую роль. С некоторыми номерами они выступали даже на Олимпиаде. Их наглядная оценка – золотые медали и чемпионские титулы. Сегодня здесь были представлены одни из самых лучших номеров, которые получали все шестерки в проекте «Ледниковый период» по кубам профессионалов. Поэтому по максимуму мы стараемся, конечно же, уже не ездить со старым материалом, а все время показывать что-то новое, поскольку зрители у нас, скажем так, не спешенные. С собой артисты привезли десятки костюмов и профессиональную аппаратуру, которой в нашей республике нет. Световое оборудование приехало в Новочваксерск намного раньше артистов. Его установка заняла около трех часов. Фонари, прожекторы и лампы превращали лед в цветную феерию. Преданности чувашских зрителей артисты подивились. Фигуристы признались, что на этой арене было очень холодно. В спорткомплексе в самом разгаре ремонт. Здесь возводят новое здание, где в будущем разместится тренажерный зал, раздевалки, гостиница. На атмосфере ледового шоу это не сказалось. Когда мы сегодня подъезжали к дворцу спорта, трудно было поверить, что это вообще действующий каток, дворец спорта, поскольку снаружи это выглядит как чистый строительный дом какой-то. Профессионалы реже приезжают в столицы регионов. В основном им рукоплещут небольшие города. Из Новочваксерска шоу уехало в Марийский Волжск. Большое ледовое шоу стало отличным подарком жителям Чувашии к новогодним праздникам. Возможно уже завтра многие захотят надеть коньки и выйти на лед. И может быть, что в ближайшем будущем в Чувашии появится свой Костомаров и своя Навка. Субтитры создавал DimaTorzok